Здорово, народ! Вышло новое шоу на СТС. Это как пацанки, только и про мальчишек, и про девчонок. Будет интересно, будет много кринжа. Еще не смотрел? Давайте смотреть вместе. Родители и их дети. Мы с мамой разные люди. Я больше по духу американка, она СССР. Чтобы наладить отношения и решить конфликт поколений, родители отправляют своих детей в дисциплинарную школу. Это шоу будет пропитано любовью, или алкоголем, или слезами. Скорее всего, будет коллаборация. Смотрим. От души, души, душевно душу. Легла от аппарата, чтобы гнус не кусал. Все ради того, чтобы по-настоящему понять себя. Папа, мне тебя не хватает. Своих родителей. Я буду по-другому, я тебе обещаю. И сохранить семью. Если вдруг у вас проблемы с ребенком, то дисциплинарный детдом улучшит ваши отношения. Россия! Внимание, внимание! На первый путь главного вокзала прибывает школьный поезд. Эх, детей сейчас на товарнике отправят, и ладно. Поезд был как в Хогварсе. Таких, да истиннических фильмов. Это вы еще на пригородных не катались, там вообще жесть. Я сейчас вам раздам билеты. Все, точно езжу куда-нибудь в Дубая. В жаркие страны, извините, я с собой только шурты взял. Итак, Юрасов Валерий. Меня зовут Валера. Ну это тебя и как личность характеризует, в принципе. Мне 17 лет. Холодно! Зачем мы это сняли? Я что, с Нидистового пляжа не знали, да? Мы поменяли пять школ. Хулиганство. Не слушается учителей. В каждой школе меня вызывали к директору. Самая жесть в том, что ты жалуешься на камеру вместо того, чтобы воспитывать сына. Это было то, что он связался с наркотиками. Который нашел у бати в тумбочке. Я марафонил 4 месяца. Я до такой степени переупотреблял, что два раза был передоз. Передоз чего? Пафоса. Здорово, отец. В каком стайне ты сейчас здесь стоишь на пляже? Ты бухой стоишь. Ты че? Че, че? Не отвечай так мне. Ты в себя 17 лет вспомни. Я не участвовал в воспитании его 12 лет. Не принял ответственность. Хотел погулять. Ну че, погулял. Резюме по этой семье. Среднестатистическое, обычное. Батя где-то 12 лет прошлюхался. Хотел погулять. Очень странный мужик. Сын наркоман, мать страдает. Дмитриева, Вероника. Мама, пока. Все, все, давай. Мама, без истерик. Можно побыстрее, пожалуйста? Знаете, как в мелодрамах прощаются? Все, вот сердце, прям, как будто никогда в жизни не увидится. Как будто все уплывает на корабле. Как ни странно, но я согласен с этой 13-летней девчонкой, потому что родители сами организовали эту поездку, сами отправляют детей в дисциплинарный детдом. Зачем слезы? Пивчанский, рыбка, молодежь тусуется, все классно. И спонсор этого веселья СТС, потому что явно им не родители в рюкзачки пивас положили. И если бы хотела съемочная группа, они бы обязательно проверили детей на наличие алкоголя. Но, велкам во взрослую жизнь. Значит, я смотрю в окошке. Ну, интересно, что там происходит? Ой, б***ь, б***ь. А что там такое? О, б***ь, вы увидели? Смотрите, смотрите, смотрите. Да что там такое? Давай тиктоки снимают, козу кто-то насилует. Ну, покажите, а. Мне кажется, она, б***ь. От них ряда такой сходил холод и темнота. Холод и темнота исходят от вашей бестолковой актерской игры, товарищи. Больше натуралистичности. Пожалуйста, очень прошу. Прямо чувство, я же гадалка. Чего, б***ь, черт возьми. Женщина, вы такая красивая. На мою бабушку похожа, которая умерла. Как будто из гроба вышел. Меня зовут Валерий Владимирович. Я Валентина Леонтьевна. Полшебники. Вы воспитатели этой школы. Серберы. Ту взглядом убивали. В школу категорически запрещено проносить алкоголь. Сигареты. Также вы должны сдать все свои телефоны. В школе нельзя бухать и курить. И сидеть в телефонах. Охренеть. Просто когда я учился в школе, нас на каждой перемене. Пожалуйста, вот тебе жгуты для вены. Вот тебе ложечку подогреют. Ну, нормально как-то было, да? Здесь это жесть. Я не знаю. Ну, церберы. Ага. А я с ней согласен. Телефон как орган. Без него вообще прожить невозможно. Я Влад Семенов, мне 17 лет. И мои родители меня стесняются. Снимаю в ТикТок, мне очень это сильно нравится. Да мне тоже нравится, когда вы в ТикТок снимаете. Охуенно вообще. Продолжайте в том же духе, ребятки. А на-то меня просто разрывают. В основном сзади, конечно, да? Почти 300 тысяч подписчиков. Прошу, пожалуйста, скрыть мое лицо. Да, кстати, с черным прямоугольником на глазах прям не узнать. Потому что не хочу позориться на всю страну. Первым делом, естественно, не на него скажут, понимаете? Ну, скажут про нас. Ну, воспитали не так. Таки правильно скажут. Все идет от воспитания, все идет от родителей. Но опять же, если ребенок снимает ТикТоки и кайфует от этого, так пусть снимает, если ему это нравится и не мешает. Учебе, черт возьми. Чего вы докопались до пацана? У меня родители, в принципе, токсичные. Вот как старшее поколение. Совковы по принципам живут. Мама, что такого плохого об этом, скажи? Что плохого? Тебе соседи скажут, что это плохо? Да всем должно быть это. Почему матом тарешь? Да потому что, мамуша, хватит. Он говорит, мам, гордись, ну чем? Я даже поквалиться не могу. Ты никуда не поступил, ты завалил экзамен. Сколько вложено было в это их силы. Стандартная практика, когда родители пытаются через детей достигать каких-то своих целей, закрывать какие-то свои гештальды. Но пацан совершенно прав. Должен быть плевать на мнение окружающих. Что даже шутить не хочется. Ну, мамка поехала немного. Бывает. Ее так тоже воспитали. Привет, я Ника. Я гроза района. Это закладчица, что ли? И мои родители об этом даже не догадываются. На что она тратит деньги, мы не знаем. Ну, она ж трудный подросток. На витамины, наверное, тратит все. На библиотеки там всякие, онлайн. На покурить. На погулять, на выпить. Ой, так неожиданно. Прям как снег в декабре. Вот плутовка. Ну, бухать это весело. По пьянке. Англскому году подраться, на кого угодно наехать. Ну, на кавказцев попробуй тоже. Весело, наверное. Так, ребятки, это была первая часть первой серии. Как вы поняли, это только завязка. Все самое интересное, самое трешовое, кринжовое впереди. И стоит ли про это снимать, интересно ли это вам. Дайте обратную связь, естественно, в комментариях. Можете лупить в директ, но лучше в комменты. Все увижу. В принципе, это все. Давайте, пишите комменты. Покедос.